Самая сильная девушка Калужской области оказалась второй в Европе. Ксения Мирошниченко вернулась чемпионата Европы по кикбоксингу, где заняла второе место. Кому Калужанка уступила золото и какие у нее планы уже на 2015 год, узнаем из нашего следующего сюжета. Ее удар выдержит далеко не каждый, а потому спарринг-партнеров у Ксении в Калуге практически не осталось. Основная подготовка у Мирошниченко идет на тренировочных сборах вместе с национальной командой. Но и в России на ринге ей по-прежнему нет равных. Единственный человек, который может противостоять Калужанке и даже стать достойным соперником – австрийка Николь Триммл. Заядлая соперница Ксения не только держит удар, но и каждый раз вырывает у Мирошниченко победу. В этот раз австрийка отобрала золото у россиянки уже на чемпионате Европы. Как итог Ксения завоевала вторую ступень педестала почета. Не знаю, в принципе, была готова. Может быть, просто немножко не хватило того, что только что фулл был, как бы бой такой был равный, можно было сказать. Вот. И по лайту больше как по фуллу. То есть особо не успела перестроиться на лай. И в основном больше работала как бы в глухой защите, то есть по фулл контакту. Вот. И она, может быть, немножко у меня быстрее была. Поэтому как бы мне не удалось выиграть у нее. Пока не хватает чуть-чуть скорости. Немного не хватает. Ее надо прибавить. Немножко не хватает тактического мышления. Это главное, считаю. Перехитрить, переиграть. А так, по физическим данным, она сильнее Ксения. Потому что, когда только начинает Ксения придавливать, давить, то сразу начинает обнимать, схватать и не дает работать. Чемпионат Европы – это последнее соревнование в этом году. Сейчас Ксения на заслуженном отдыхе. Старается не вспоминать о тренировках и пытается полностью восстановить свои силы. Ведь в 2015-м ее планы не ограничиваются одним реваншем с Николь. Прежде всего, это выиграть чемпионат России, отобраться уже на чемпионат мира. Потом у нас сборы будут, если все нормально будет. И, конечно, чемпионат мира. Будем готовиться на него. В связи с такими планами меняется и процесс подготовки. Упор будет делаться сразу на несколько критериев, которые в 2015-м могут помочь Ксении получить заветное звание чемпионки мира. Ну, работаем сейчас над улучшением физической подготовки. Над тактикой будем работать в бою. Посмотрим все бои, проанализируем все недостатки, над чем надо работать. Вот. Первый чемпионат, который у нас будет, это Россия. Чемпионат России в Белгороде по фулл-контакту. Затем у нас опять Кубок мира в Италии. И два чемпиата мира по фулл и по лайту. В Ирландии, второй в Испании. Не знаю, как получится. Будем надеяться на лучшее. Своё желание на 2015-й год спортсменка и ее тренер уже загадали. Остается только ждать и надеяться, что в следующий раз мы увидим Ксению уже с поясом чемпионки мира.